Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с регионами страны по вопросам оказания помощи беженцам с Украины. Число пребывающих в России увеличивается с каждым днем. Сегодня их уже 345 тысяч. 36 субъектов России вышли на связь, чтобы обсудить эти актуальные вопросы. 19 июля в Чувашию приехали более 20 человек с Украины. Эти люди совсем недавно покинули свои дома и как никто другой нуждаются в поддержке. Руководитель правительства России попросил еще раз внимательно отнестись к каждому человеку. Думаю, никому не нужно объяснять, что произошло. Люди бежали от войны, из зоны боевых действий. Они пережили потрясение. Многие из них, по сути, настоящее горе, потерю близких. В России они ищут защиту и поддержку. Наша задача заключается в том, чтобы отнестись к ним максимально внимательно. Оказать им всю необходимую помощь. Премьер-министр отметил, самое большое количество беженцев на сегодня сосредоточено в Ростовской области. На содержание пунктов временного пребывания только этой области было выделено до 240 миллионов рублей. А сегодня также было подписано постановление, в котором на размещение граждан еще выделяется более 3,5 миллиардов рублей. В Ростовской области более 220 тысяч человек. Речь идет о том, что эти люди пересекали границу в разных пунктах пропуска, пересекали ее на территории Ростовской области. Как известно, это люди из Донецкой и Луганских областей Украины. Мы ежедневно по нашему мониторингу, который проведем каждый день, два раза в сутки, с докладом в письменной форме в 9 часов утра, каждый день прибавляется примерно до 2000 человек. Что касается нашей республики, то Чувашия готова принять еще около 200 граждан Украины. Сейчас в республике находятся 345 беженцев. Украинцы размещаются в основном у родственников или знакомых, а также в двух пунктах временного пребывания. Это база «Контур» и санатория «Чувашия-курорт». На сегодняшний день в центре продолжает проживать 70 человек. На сегодняшний день карантинное мероприятие на понедельник, вот 7 дней прошло, снято. И фактически сегодня уже все сотрудники могут приступать к работе. Из общего количества прибывших с заявлением о предоставлении временного убежища обратились не все беженцы, лишь 260 человек. Хотя сейчас сроки рассмотрения заявлений сократились с трех месяцев до трех дней. Кстати, статус беженца действует только полтора года. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.